Невероятно сложные барьеры стали. Понимаете, я не знаю, это же есть относительно невероятно сложный барьер. Ну, подождите, это как было бы в первую партию, в двери, в две рекомендации. Ну, естественно, потому что там же, опять же, если вы прочитаете внимательно, как уставной документ нашего форума, там люди, разделяющие определенные принципы. Люди, которые мыслят Россию демократической стороной, частью международного цивилизованного сообщества. Соответственно, люди, которые видят Россию иначе, иметь просто нечего делать, потому что они будут терять свое время, иначе. Поэтому мы собираем, в принципе, единомышленный широкий круг, а открытый он, потому что любой человек, любой активист из любой части страны может взять и приехать на форум. И оказаться на этом форуме вместе с иноземцем, с аварионовым, с кем угодно. С кем угодно. Поэтому он открытый. Как правило, они имеют свой русский список, они, как бы, этих людей это фиксируют. Здесь это не все. Что же можно назвать по принципу? Это как? Я же только сказал. Нет, ну вот именно как название. Что должно объяснять людей, чтобы сюда попасть? Это люди, которые видят Россию демократическое государственное будущее. И люди, которые считают, что Россия должна быть частью международного цивилизованного сообщества. Не аннексировать чужие территории, не нападать на Украину. Вот эти вещи. А почему журналисты на них тоже распространяют эти принципы? Хотя журналисты... А потому что мы можем сейчас вообще подсерктировать по поводу термина «журналисты». Пропагандисты, работники режимной пропаганды, они совершенно никакие не журналисты. Все журналисты, которые подали заявки, они все предотвали. У нас список коррекционных СМИ по 30. Значит, у вас такая репутация, значит, у вашего канала, что мы, как бы, вам не место на... Ну, то есть журналисты только исключили, а те, которые распространяют вашу точку зрения? Журналисты, которые журналисты. Вот есть журналисты, есть пропагандисты, понимаете? Пропагандисты стоят на улице, как бы, и пьют кофе. А журналисты работают в зале. А вот вы не пенсионские, можете на остатки здания? Ну, вы посмотрите, понимаете, мы специально делаем прямую трансляцию, и трансляцию вообще делаем. Компенс интернет, это, опять же, про открытый формат. Чтобы такие, как вы, они не терялись догадываться, могли посмотреть и сказать, выступали, кто-то сказал. Все просто. Хорошо, спасибо. Открытый формат означает, что любой оппозиционный активист, гражданский активист может принять участие в мероприятии. Это вовсе не означает, что он может просто так взять туда прикизывались и как бы их и участвовать. Есть процедура, в том числе, обусловленная наши возможности. Понимаете, у нас заявок поступило более 300. Залы рассчитаны у нас на 250. У нас есть наши как-то пределы, мы должны были отказывать, как бы, достаточно известным активистам в участии, ровно потому, что у нас тут... Ну, не понимаете, что в этом году и его не пригласили, и типа форум пройдет без радикалов. Понимаете, что ты сказал Боровой, почему он на этом... Ну, не знаю. Можно нам в прошлое весну сюда приезжать? Да, он написал заявку, что он хочет принять участие, и мы с радостью, господин Натальевич, приняли на форум. Перед вторым форумом он написал, сказал, что ему хотел бы принять участие в панели. Ему предоставлена была такая возможность, он принял участие в панели. Значит, сейчас у нас была группа активистов, которые сказали, что мы считаем правильно провести панель по иллюстрации. Они ее оформили, собрали, предложили вот где-то став панели, у нас будет панель по иллюстрации, предложенная обычными участниками. Понимаете? Это и есть открытый формат. Мы, значит, я как организатор форума, я не говорю, выстраиваю русский график. У нас есть сами активисты, которые там, самоорганизуются и предлагают им какие-то идеи. Но Боровой сказал, что его на этот раз не пригласили. Его и в первый раз не приглашали, он подал заявку, он написал, что хочет принять участие. Скажите, а вот, кстати, вот другое история с другим активистом с этим. Он говорит, что он уже прошел свою реанимацию, но почему-то ему не прислали билеты, и он вчера не прилетел в Юлию, и вот нашел на меже. Он должен был ехать на поезде, а не на... И, ну, не успел ехать, он сказал, что он болеет. Нет, ну вот он нам говорит, что... Мне он сказал, что извините, я болею. Открыто. У нас кому-то билеты упали вчера меньше. У него же сейчас не бывает. Это бывает определенную радость, кто-то не может довести. Вот Марка Фенина в прошлый раз не выпустили, мы искали за меня. Кому-то билеты упали прямо утром, потому что был опоздавший спикер, и она упала из билет. Это нормальный спикер. Скажите, ну, если не спикер, например, у вас, так как много слишком участия, все-таки купить билеты, недешевая гостиница, откуда ты едешь? Ну, большинство есть за свой счет. Мы там размещаем какую-то часть, там, очень ограниченного уровня детства на спикер. Большинство есть за свой счет. Это тоже важно. И это, кстати, очень важный показатель, что активисты, представляете, как стоит там добраться на велосипеде, они за свой счет едут. Мне кажется, это нам, конечно, очень листит, что наши мероприятия едут. И это ему добавляет определенную активность. Ну, а чтобы вот не было там несказаний, не было внимания, говорите конкретно, кто спонсирует этот балл. Без личных средств. Вот, спасибо. Я этого не говорю. Значит, это не какие-то космические деньги? Ну, это как бы информация, которую мы знаем. Спасибо. Эта сумма была завышена в несколько раз. Ну, опять же, это значит, что, в общем, масштаб мероприятия впечатляет. Мы всегда думаем, что это стоит полумиллиона. Если мы можем такого эффекта достигать, используя тех секундных средств, которые у нас имеются, значит, респект организаторам. Ну, все-таки это, наверное, лучшая гостиница. Нет. Это очень хорошая гостиница. И у вас зал. Тот зал был, как бы, больше, к сожалению, он был занят, поэтому мы сделали это в этом зале, рассчитан. Поэтому у нас было ограничение по количеству участников. Мы просто понимали, что, как бы, зал будет сложный. Они могут одновременно и не быть в зале, но если там 250 человек приходит на временно, этот зал уже нет проблем. Так, в частности. Спасибо.